Продолжение следует... Продолжение следует... Но я решила проверить, получилась запись или нет. И когда я проверила, и вы сейчас видите, что на мне нет микрофона, запись прекрасная, все нормально, так что я даже его и одевать не буду, он мне будет мешать. То есть столько всего, рюмки, чашки, это все может грохнуться, я уже немножко там на кровать развела, поставила этот кувшенчик с водичкой, так что слава Господу. Вот такое чудо, просто я вам свидетельствую, я сейчас без микрофона, видите, нет у меня микрофона. Он лежит полметра от меня вообще, лежит где-то там, на старенький микрофончик, и все прекрасная запись, слава Господу. Это чудо, просто я вам говорю, что чудо и спасибо Господу. Итак, я вам показываю, как делать омовение рук. Так, Господу, пусть это стоит и не руки. Значит, вот это кувшин с водой, ну и внизу там тазик маленький, да, там, что у вас есть. Значит, я вам сначала расскажу, как это делается в Израиле, там у меня рук. Там специально такие выпускают, делают такие чаши интересные. У них две ручки, ну там носик, да, и две ручки. Я еще так удивилась, когда смотрела видео, вот у меня одна ручка, у меня такой чаши нет, у меня обычный кофейник я взяла большой и все. А у них две ручки, и вот они набирают воду, они берут сначала за одну ручку и вот льют вот сюда, вот сюда они льют. Затем они берут этой рукой, вымытой вторую ручку и льют уже вот сюда. Сейчас я вам покажу, как это делается. И так они делают три раза. Раз, 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 раз. Можно делать два раза омовение. Ну, сейчас я покажу, как это делается. Я сделаю так, я сделаю там два или три раза на одну руку и потом поменяю на другую. И затем просто дождитесь, я вы в эту руку и это все уберу. Просто вы увидите, как это делать. Перед этим я скажу, чтобы не забыла потом. Это чисто ритуальное действие и оно никак, как вам объяснить, это не мытье рук. Понимаете? Это руки нужно вымыть до Песаха с мыла, до Седора Пасхального с мылом. Пожалуйста, вымыть руки, чтобы они были чистыми. А это ритуальное действие и оно, как правило, проводится перед питьем чаши. Ну, что является святым, молитвах и душ производства, благословения, да. Или перед вкушением еды какой-то. Но еще раз я повторяю, что это не с целью смыть бактерии с вашей. Понятно, да? Значит, в Пасхальном седоре два раза нужно делать омовение рук. Один раз, первый раз это делается без молитвы. А когда это делается второй раз, то уже читается молитва, специальная молитва на тело от Мадоим. Именно на омовение рук. Итак, я вам покажу. Смотрите, берем чайничек, берем руку и вот сюда вот мы льем, видите? Раз, два, три давайте. Не будет три. Так. Сейчас мы осмотрим, как будет. Берем теперь. Лучше теплой водички набирайте, конечно. И вот видите, вот сюда мы льем. Вот. Раз, два, три. Все. И мы это убираем. Все. На принтере надеюсь, что никто никуда не прыгнет. И аутеряем ручки. Аутеряем ручки. Вот так это проводится. Я это сейчас вам показала за тем, чтобы не учить вас в то время, когда уже мы будем седр весь вести. И это будет момент седра, чтобы вы уже знали, как все. Может, потренируетесь вы дома, видя все это дело, перед уже практикой, практическое занятие. Или когда вы будете седр проводить дома. Так. С этим мы разобрались. Значит, теперь едем дальше. Слово седр. Пасхальный седр. Это слово переводится с иврита «порядок». Пасхальный седр – это ужин, имеющий глубокий смысл. Этот ужин, который имеет свой строгий порядок. Его всегда отмечают 14-го Ниссана с заходом в Солнце. В Израиле день начинается с заходом в Солнце. В этом 2018 году все любящие Бога и свято чтущие его праздники будут отмечать пасхальный седр 30-го марта, в пятницу, после захода Солнца. Причем не просто после захода Солнца, а когда уже, как говорится, ночь на дворе, то есть темно. Вот реально. Ну вот, нельзя на 12 ночи должно быть. Это может быть 10 вечера, 9. Ну вот так вот. Темно, что было. Вначале я расскажу вам, что предшествует пасхальному седру. Это все не просто так. Это не просто ужин. Есть вещи, которые обязательно нужно сделать до него. И вы сейчас поймете, почему. Бдикат хамец. Что такое хамец? Хамец – это любое изделие хлебобулочное, которое имеет закваску, дрожжи. Это может быть хлеб, это может быть пироги любые. Там пирожки, торты. И утром каждая хозяйка, утром, в этот день, когда вечером пасхальный седр, каждая хозяйка ищет и собирает в своем доме хамец. Вот этот самый хамец. Все то, что содержит дрожжи, олицетворяющие грех. Понимаете? Именно в данном контексте это олицетворяет грех. Хамец выносится из дома и сжигается. Во второй половине дня можно будет уже кушать мацу, пресный хлеб, с дрожжевой. Ну, я сейчас вам покажу. Увидите или не увидите, я должна увидеть. Вот у меня маца пасхальная. Меня благословили. Принесли синагогу несколько дней назад. Спасибо вам большое. Два слова по поводу мацы. Значит, вы знаете, да, что кушать нужно сначала от Песоха 7 дней, только мацу. То есть дрожжевой хлеб нельзя кушать. Только, об этом исправление Господа, только бездрожжевой хлеб нужно кушать мацу. И я вам показала, вот мацу, ее делает машина. Да, это кошерные маца пекарни, и там присутствуют родины, и они все это промаливают, и все это освещено, безусловно. Но именно на момент проведения Пасхарного Седера кушать нужно мацу, который называется маца шмура. Что это такое? Это маца, который своими руками выводит. Как печь мацу? Я имею опыт, ну, как вам сказать, ну, не именно я, но присутствовала. Я физически не могла, но я была инициатором, и я присутствовала. Я помогала, даже вилкой там протыкала, эти дырочки делала маце. То есть, ну, женщина приходила, делала, и мы вместе как бы это все делали. Во-первых, что я хочу сказать. Это очень вкусно. Это вкуснее, чем даже самая вкусная маца, которую вот раньше мы покупали из Израиля, присовали. Она очень вкусная, она самая вкусная. Вкуснее, чем непропетровская, одесская, там, не знаю, киевская, да, неважно. Она самая была вкусная из Израиля. Когда своими руками мы вот с женщиной сделали и кушали, она выглядела хуже, она была там свитно, там, такая, знаете, не очень красивая, не очень ровная, там, где-то пережаренная. Она была вкуснее сто раз. И вот уже три года мы это делаем, и вот за день до пасхального седора через два дня мы будем делать мацу. Мы будем делать мацу обязательно. Я очень хочу. Во-первых, потому что она вкусная. Во-вторых, потому что, ну, так полагается, хочется вот тоже, ну, чтобы все правила были. То есть маца шмура называется. Маца шмура, когда своими руками. Это понятно, да? Да, я расскажу, как готовиться. Вообще очень просто все. Ну, во-первых, есть в интернете, если на ютубе вы поищите, там есть мне светороликов, 3-4 ролика. Больше всего мне нравится ролик, когда девушка молодая, это в Израиле, она показывает, как она даже в условиях леса делает мацу, причем за 18 минут. Маца будет кошерная только если проходит не более 18 минут от момента замеса до момента выпекания. Она должна не более 18 минут пройти, иначе считается уже, что она не кошерная. Вот, ну, конечно, надо быть, наверное, виртуозом или иметь практику, чтобы так быстро все делать, но тем не менее. Значит, там есть разные рецепты. Я вам даже сейчас прочитаю, где-то тут у меня есть сколько чего. Да, мацу всего-навсего, она состоит из хлеба, из муки, простите, из муки и воды. Все, ни соли, ничего. Мука и вода. Значит, по одному рецепту муки 260 грамм, а воды 100 миллилитров. И по второму рецепту муки 240 грамм, а воды 60 миллилитров. А вот эта девочка из Израиля, которая там хворост разжигала и сверху клала такой металлический такой, вот, как бы, не знаю, как это сказать, конус такой, и на нем она выпекала мацу. У нее такой рецепт, одна и три четвертых стакана муки и три четверти стакана воды. Значит, замешивается тесто, крутое тесто, очень, я бы сказала, крутое, и даже желательно, когда вы уже хорошо его вымесили, побить его хорошенько. Или палкой, или скалкой, или чем-то камнем каким-то. В общем, побить, побить, побить его сильно, сильно надо вот побить, сильно его побить. И потом раскатывайте, или, значит, это должно быть тоненькое. Можете круглое, можете квадратное, можете там кусками какими-то, все равно. Толщина полтора миллиметра. И обязательно, когда вот уже кусочек этот вы сделали, да, как бы раскатать, вам нужно взять вилочку и вот так вот вилочкой протыкать, протыкать, протыкать. Такие дырочки делают, дырочки делают, дырочки делают. С одной стороны перевернуть и с другой, и с другой. И вот те, кто мессианский, они говорят, что это, ну, как бы, олицетворяет Иисуса Христа, что тело его было изранено. Вот, в общем, с двух сторон делаете дырочки. В это время, когда вы замешиваете все, может, даже еще раньше, вы включаете духовку на полную. И когда 230 уже градусов, то есть она раскалена, вы туда кладете эту мацу выпекать и смотрите, там буквально 2 минуты, чтобы не сгорела она. Причем, когда вы засунули, немножечко надо уменьшить огонь. И смотрите, так приоткрыли, ага, уже она подрумянилась, вынимаете, переворачиваете. И опять засунули, и опять там буквально 2 минуты, немножко посмотрите. Подрумяло, все, выключаете и вынимаете. Вот так вот. Не сложно, не сложно, поверьте, не сложно. Если есть желание, сделайте легко. Все, вот это все, что я вам сказала. Едем дальше. Ну, насчет хамеца, вы поняли, что вынести, надо сжечь все крошки. Но знаете, это опять же, это ритуальное действие. Евреи прекрасно знают, что не должно быть хамеца, закваски. А у них и так нет этого всего. Тем более, где-то по углам, чтобы это лежало. Но так полагается. Знаете, это элементы игры. И что делают? Специально вот кидают, специально кидают. И специально у них есть маленькая такая метелочка и маленький такой собочек. Это не ходят, собирают. Они ходят, крошечки идти, хамец собирают, пладут, заворачивают, выносят во двор и сжигают. Это, ну, опять же, такая игра немножко ритуальная. Скажу вам больше. Есть целый ряд круп, которые из пшеницы, пшеничная и так далее. Разные там крупы. И эти крупы, они тоже как бы содержат вот этот хамец. Но не будешь же сжигать крупу. Что придумали? Придумали, значит, выносить и, ну, в общем, договариваются со своими, скажем так, неверующими соседями или там друзьями. И за, как бы, продают им за маленькую плату. Ну, это чисто, опять же, такие, знаете, ну, такие, ну, как игра немножко. И потом, когда заканчивается Песох, они приходят и там за чисто символические деньги выкупают. Назад все это забирают. Эти крупы там, муку там, все вот эти вещи. Или хлеб даже там остался. Ну, вот такое вот. Вот такая немножко элементы игры. Все это весело и интересно. Ну, с хамецом понятно. Теперь два слова. Я вот там не написала в текстовый варианте уроков, что вообще-то, особенно в Галуте, вот есть Эрц-Исраэль. Эрц-Исраэль – это земля Израиля, это Израиль. А Галут – это евреи в России, то есть это евреи в других странах. Ну, или верящие в Бога Единого, да, и соблюдающие заповеди, праздники и так далее. Так вот, в Галуте, то есть там у нас в Украине, России, там, не знаю, в Франции, Новой Зеландии и так далее, и так далее, США, два дня можно проводить пасхальный седор. Два дня. Первый и второй день. Совершенно спокойно. И так и проводят многие. Два дня. Так что, вот так что. Восемь дней получается Песах. В Израиле семь дней праздновал, да, этот праздник, а в Галуте восемь дней. И вот вам и Слово Божьего повеление о том, что нужно удалять хамец и так далее, и кушать именно бесклассный хлеб отцу. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из следы Израиля. Вот. Это исход 12 глава, 15 стих. Пасхальный седор начинается с того, что женщина, хозяйка дома, зажигает свечи и читает молитвы, связанные с этим действом. Но если в вашем доме, в вашей семье нет женщин, ну это делает мужчина, ничего страшного. Весь седор идет по строгому плану, записанному в Пасхальной Агаде. Но Пасхальная Агада есть ортодоксальная, так сказать, а есть уже варианты там разные мессианские. Варианты Пасхальной Агады с большим упоминанием Иисуса и как это все видится с присутствием Иисуса в Пасхальной Агаде. Это, конечно, имеет смысл, но иногда, знаете, есть очень сильные перегибы, поэтому я не беру полностью оттуда или оттуда, а я немножко оттуда, немножко оттуда, вот то, что я считаю нужным, чтобы было. Вот я именно таким образом, из кучи многих источников, я вот сделала то, что сделала, эти два рука. Итак, Иисус Христос и Ишуа Гамаши со своими учениками на последней тайной вечере проводил именно Пасхальный Собор. И там, где сказано, что они, воспев, пошли на гору Илеонскую, это было как раз после четвертой чаши, которая называется «Чаша хвалы», когда поются определенные псалмы. Седор, порядок, переводится на северита и имеет определенную очередность, строгий порядок. В этом уроке я хочу остановиться на блюдах Седора. Это очень интересная тема. Но прежде чем я перейду к ней, хочу напомнить, что же мы празднуем. Бог повелел ежегодно 14-го Несана, это число может выпасть на любой день недели, отмечать праздник Пасхи, Песаха, а именно выход еврейского народа из египетского рабства. Позже было написано «агада», что в переводе означает «рассказ» или «пасхальная агада». Это подробный рассказ, план, конспект, как проводить пасхальный седор со всеми подробностями. Иисус тоже следовал этому конспекту. На пасхальном седоре полагается выпить 4 бокала вина. Они называются чашами. Каждая чаша имеет свое название, свой глубокий смысл. И пьются эти чаши в определенном порядке. Первая чаша называется чаша освящения. Вторая чаша – это чаша египетских казней или чаша избавления. Третья чаша – это чаша искупления. Четвертая чаша – это чаша хвалы, галель. Бокал нужно выпить до дна или хотя бы две трети содержимого бокала. Минимально нужно выпить 90 мл. Можно взять рюнку или небольшой бокал, чтобы выпить до дна. Я вино не пью, вместо него пью виноградный сок в темную сорту. Если нет виноградного сока, его можно заменить любыми другими соками красного цвета. Лишневым, гранатовым, клубничным, смородиновым и так далее. Главное, чтобы был цвет похожий на красное вино или крошь. Думаю, что в крайнем случае может подойти и компот из сухофруктов или кизила. Ну, это уже, конечно, не очень желательно, но если нет, то если в селе живет ничего другого, нет, то можно и так. Перед тем, как выпить чашу, любую из этих чаш, произносится молитва и душ. Молитва благословения на вино. Произносится совершенно одинаковая молитва для всех четырех чаш. Четко. Одна и та же молитва. С пятьем мы определились. Теперь переходим к еде. Ну, еда так еда. Что вы видите? Вот видите его яйцо. Хорошо. Вот видите яйцо у меня. Так, я немножко вот так подниму, чтобы все увидели. Все увидели. Я рассказываю быстренько, что тут есть, а потом уже во второй части буду кушать, и вы будете тоже видеть. Значит, видите яйцо, Бейтса называется. Дальше, ближе ко мне, в маленькой такой вот штучке, сейчас покажу, вот это вот. Это называется хазарет, это хрен. Горький хрен, очень гурький. Он тут просто подкрашился светлой, поэтому вот такого цвета. Значит, вот это чаша с подсоленной водой. Ну, я бы даже сказала с соленой водичкой, вот надо. Это слезы евреев означает. Вот это вот, вот, горькие травы, морор, называется морор. Вот тут у меня петрушечка, укропчик и зеленый лучик, морор, горькие травы. Дальше. Вот это, вот это, очень вкусное блюдо сладкое, называется харусет. Оно приготовляется из тертого яблочка, орехи молотные, толченые, измельченные. И немножко вина. Но между вина можно сок добавлять, немножко сока. Но должно быть конститенции густой сметаны. Значит, можно еще добавлять туда для вкуса другие фрукты. И я добавляю, это безумно вкусно. Вот мы вчера делали это блюдо. И помимо яблочка, ну, на мясорубке все это прокручивали. Значит, здесь помимо яблока банан, измельченные еще изюм, курага и финики. И два вида орехов, поджаренные еще на сковородочке. Это грецкие орехи и арахис. И вот все это перекрученное вместе, все это смешанное, еще туда добавили на сока, немножко, гранатал. Слушайте, это плах, он длинный даже вкусный. Оболдит, очень вкусный. Это единственное сладкое блюдо на пасханом седере. И оно имеет глубокий смысл. Во-первых, смотрите, коричневый цвет, видите? И это блюдо олицетворяет по цвету своему, напоминает глину, из которой евреи изготавливали кирпичи в Египте, находясь в рабстве. И заставляли делать кирпичи. И это очень тяжелый был трет, очень тяжелый. Но то, что это сладкое блюдо, то имеет еще такой смысл. Это сладость свободы, когда они вышли из рабства. Это сладость, это радость великая особенность. Ну и вкусная очень блюдо. И тоже она кушается определенным образом. Я вам покажу, это очень интересно. Ну яйцо, он называется Бейца. Я сейчас расскажу о каждом значении. Это не просто так, там какие-то там, то-что, все. А очень глубокий смысл все имеет. Значит, смотрите, вот косточка, косточка. Должна присутствовать или косточка, или мясо на косточке, или крылышко. Я сейчас подробнее об этом расскажу. Еще вот вы можете увидеть, это картошечка вареная, карпас. Да, а это называется зруа. Мясо на косточке или сама косточка. Ну мясо я съела на завтрак. Но здесь дело в том, что на пасхальном седере скушается кроме мяса на косточке. Это просто должно лежать. Или косточка может лежать. Поняли? Так что то, что я это не промсила мясо отсюда, это не только потому, что я там голодная была, но сама собой. Но я понимала, что достаточно косточки. А знаете, какое искушение, будет лежать вкусная ножка, а ты кушать хочешь? Ну я специально позавтракала, чтобы, знаете, не бросаться на пищу. Тем более, что седер, я хочу, чтобы вы поняли немножко, услышали меня. Седер это хоть и ужин, но его смысл не в еде. Это глубокий смысл, это празднование, выхода из рабства. Во-первых, евреи. А во-вторых, если вы помните, в Новом Завете такое есть место. Пасха наша, Христос, закон за нас. То есть мы также не только выход из рабства евреев празднуем, но мы празднуем выход на свободу благодаря жертв Иисуса Христа. Он наш аднец. Вот как аднец в Египте, Агудеменовича, которого зарезали. И вот, кстати, вот эти горькие травы. Посмотрите, здесь есть укропчик. Может, там видно, не видно. Укроп. Он напоминает и сок, которым вымокали в кровь этого аднеца и помазывали косяки перекладины дверей домов евреев. И дверей тех, кто принял эту информацию. Потому что знали все. И египтяне знали. И вот кто помазал, те спаслись. Вот он и сок напоминает этот укроп. Горькие травы, они означают горечь рабства. Я сейчас все прочитаю. Это я пока вам как бы так импровизация немножечко. Вот картошечка вареная, это корпус. Но я сейчас подробно прочитаю о каждом, о каждом, о каждом атрибуте еды. Итак, значит, бейца, яйцо, яичко, это оно яичко. Это яйцо, сваренное вкрутую, естественно. И у бейца есть несколько значений. Я скажу еще так, чтобы вы запомнили, что все, что кушается, я имею в виду зелень, вот эту горькую, там, карпас, картошку, яйцо, то это все нужно макать, извините, в соленую воду. В соленую воду обязательно. Соленая вода, она означает... Она означает горечь слезы. Слезы, слезы, слезы рабства. И дело в том, что как раз это один из самых важных таких атрибутов пасхального сыра. В соленую воду мы кладем все овощи и зелень, которые кушают. Морор, горькие травы. Это может быть петрушка, укроп, зеленый лук, зеленый чеснок, черемша, там, сельдерей, это может быть любая другая зелень и даже хрен. Горькие травы означают горечь рабства, а веточка петрушки или укропа напоминает и соп, который использовали для помазания кровью ягнелка, дверей домов и греев, на которых прошел ангел смерти, увидев крот на косоках и перекладине. Морор макает соленую воду и затем едят. Карпас. Любые овощи с нейтральным вкусом. Редиска, огурец, редька, вареная картошка, петрушка. Карпас кушает, макая соленую воду. Харосет. Это сладкое блюдо, вот я вам говорила, яблочная смесь с орехами. Сладкое блюдо, которое состоит из натертых или перекрученных на мясорубки яблок, орехов и немного вина. Вина или сока или меда. Можно добавить измельченные изюм, финики, курагу, бананы, инжир и другие виды орехов. Эта коричневая масса напоминает глину, из которой евреи делали кирпичи в Египте. Сладость глины олицетворяет сладость и радость, свободы и выхода из рабства. Зруа. Мясо на косточке, куриная ножка или шейка, запеченная на огне. Раньше это была баранья нога, но после разрушения храма агнца не используют для седора и не едят его. Зруа это символ пасхального агнца. Это может быть даже косточка без мяса. У нас косточка без мяса. Тем более, что не кушают. Хазерет. Это хрен или горькая зелень. Олицетворяет горечь рабства. Хрена нужно съесть столько, чтобы слезы из глаз бежали. Да. Соленая вода, слезы рабства. Корех. Но это уже буду показывать на втором уроке. Корех это сэндвич из двух кусочков мацы, между которыми кладут марор, вот эту горькую зелень, или хазерет. Хрен намазывает. Этот сэндвич окунают в хоросе, зачерпывают его и кушают. То есть горькая, сладкая и кушают. Смысл. Даже самые горькие обстоятельства жизни могут стать сладкими, когда мы живем в послушании Господу Богу. Афикоман. Десерт. На греческом афикомен. Это половинка средней мацы, спрятанная в начале сэдера. Я покажу, как это делается. В конце сэдера афикоман находят, обычно это дети делают, приносят родителям. И ведущий сэдера делит на всех этот афикоман. Такие маленькие кусочки ломаются и всем раздаются. И съедают, как десерт. Вообще афикоман переводится десерт. И после этого ничего не едят. Афикоман олицетворяет Иисуса. Его тело было ломимо, изранено, его убили, завернули в плащаницу. Он был погребен в гробнице и затем он воскрес. Афикоман был разломан. Ну, то есть маца для афикомана была разломана, то есть Иисуса, да, завернут, спрятан, его нашли, развернули. Во время сэдера произносятся благословения на афикоман, на мацу, вино, ну или сок, марор, карпас и благословения после тапыца. Чаша Ильяго. На столе отдельно ставится прибор и чаша для пророка Ильи. Я вам сейчас что-то покажу. Вот. Смотрите. Это чаша Ильяго. Это чаша Ильяго. Буховидно цвет, это очень красивый цвет, как гранатовый сын. Чаша Ильяго. Вот она у меня стоит здесь, я буду стоять. из нее не пьют. На этом я теоретическую часть заканчиваю записывать. Мы сейчас перейдем к практике. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok